Всем привет, мои дорогие подписчики! Напоминаю вам, что вы находитесь на канале Елена Ермакова. Я вам пообещала, что мы далее, у нас лето началось, поэтому экскурсии сделаю вам на море. Сегодня мы поехали на косу, Бердянскую косу. И я вам покажу море, конечно, прелестное, море теплое. Сейчас я ближе подойду, покажу вам море. Отель мы сняли на троих человек, у нас получилось 2 600. То есть, как для наших украинских реалий, для наших это, конечно, очень дорого. Если взять 10 дней, да еще здесь питаться, ресторан потом вам покажу. Я, честно говоря, устала от этого ресторана. Цены кусаются. Вот, и пахнет жаренными бочками, я потом вам покажу. Ну, я хочу сказать, что деньги, конечно, берут чуть ли не египетские. За эти деньги можно в Египет поехать и отдохнуть. А комфорта еще нет. Значит, песочек у нас, конечно, грязный. Покажу вам сразу. Вот такие режачки, которые приходится тягать самим. Кто как хочет, так и располагает. Такие вот полотенечко не первой свежести. И ходят, конечно, предлагают нам булки с маком и пиццу. То, чего нет, конечно, на нормальных курортах, там, где ты хочешь отдохнуть. Вот такая ржавая урночка. Номер, конечно, неплохой. В принципе, и море прелестное. Условий еще нет в Украине. Им еще учиться и учиться. Но отдохнуть можно. Вот это отель с другой стороны. Такие вот трехэтажные здания. Потом я вам покажу. Песочек, пляж, свой пляж. Вот это вот деревянные у них лежачки. Друзья, мы, конечно, пошли сразу пообедать, потому что мы с дороги хотели кушать. Пришлось подождать. Ну, неплохо сделано. Вот видите, стиль такой морской. Ну, пришлось подождать немножко. Но готовят очень вкусно. Когда нам накрыли, мы поняли, что неплохо готовить. Это вот цены я вам поставила. Такие вот, можно сказать, демократичные. Но, конечно, для нас они кусаются. Вот. Ну, хочу сказать, что вот так вот. Неплохо. Друзья, мне очень понравились вот эти вот бычки. Называется по домашнему рецепту. Сейчас попробуем, вкусно ли. Говорят, что вкусно. Попробуем. Радует то, что можно от солнышка спрятаться. Вот видите, есть такой... Тучки сегодня, но море очень тёплое. С обедом там не повезло. Говорят, надо заказывать обед. Поэтому мои сидят, ждут. А я на море сразу. Здесь очень шумно. Много людей. Много детей. Рядом другой уже какой-то отель. Вот. Ну, отелем это трудно и назвать, конечно. Такой вот маленький пятачок. Вот. Ну, вот. Кто лучшего не видел, говорят, что хорошо. Песок с ракушками. Ракушки здесь. Ну, азов одно слово. Здесь берем матрасы. Вот это ресторан. Еще закрыт. Потому что после карантина они все были закрыты. И рядом море. Море. Вот чем хорошо, что вот ресторан. Здесь задумано неплохо. Просто еще не хватает. Не хватает. Рядом. Хочешь, садишься. Завтрак включен. Море сегодня вот такое вот. Но очень теплое. Полное, теплое. Это наш ресторан. А это уже наши обедают. Обедают. Приятного. Да. Сюда есть. Да. Вот мы бычки заказали. О, какую-то картошечку симпатично сделали. И борщик. Борщик. Потому что мы в дороге хотим покушать. Обмен. Это номер наш двухместный. Там зеркало. Балкончик. Кондиционер есть. Это нам третье место подселили. Деревянный такой номер. Выход на балкон. Удобство. Фен есть. Полотенечко. Полотенечко. Мы на втором этаже. Все везде деревянное. Пахнет хорошо. Вот для деток есть бассейн. Бассейн. Кто не хочет. А дальше море. А тут тоже тень есть. Ну, в принципе, неплохо. Отдохнуть можно. Выход из комнат идет вот таким коридорчиком. Рядом есть три бассейна. Два детских. Детский и дальше детский. Который переливается прямо в бассейн. Лежачки есть. С одной стороны под тенью. И с другой стороны тоже. Вот. Тоже под тенью. И еще одно здание есть. Трехэтажное. Неплохая территория. Красиво сделано. Такой дизайн неплохой. Теплые бассейны. Но есть море. Друзья, ну, хочу сказать, что бассейны красивые. Отель неплохой. Композиции неплохие сделаны. Но не умеют убирать. Вот красивые дизайны подобраны. Не убирают территорию. Значит, возле бассейна босиком ходить невозможно. Пол не моют. Столовая. Нас, конечно, ужасно. Завтрак мы ждали точно так же более чем полчаса. Ночью мы не спали. Сосед гульбанил. И не было кому его успокоить. Короче, условий нет. Условий для отдыха в этом отеле нет. Я его не рекомендую. Когда идёте с пляжа, чтобы помыть ноги, только один единственный кран. Два входа, один кран. Кресла стоят, но они старые и немытые. Ну, как говорится, а в основном, а в основном море тёплое. Покупаться можно. На рецепшн пахнет сыростью. Ну, дизайнеры немножко поработали. Друзья, ну как бы вам, вы не отдохнули, но лето есть лето. Надо настраиваться на позитив и отдыхать. Море прекрасное, лето замечательное. Поэтому хорошего вам отдыха. Всем всего хорошего, наилучшего, прекрасного настроения. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Будем дружить, друзья. До новых встреч!